Девочки и мальчики, пребываю в шок. И вы видели, что там вылезло? Вы это видели? Чудо у перья. Она повисела, я ей немного ответила. Потом она меня утомила, я ее убрала в банк. Это надо было видеть. Кто там мне предъявляет? Потом она все-таки после всех угроз и всего она решила, что она меня знает. И, значит, радость у меня будет в том, что, оказывается, мне дали второе гражданство. Понимаете, она так решила и вот сказала. Долбоеб, я тебя называла. Долбоеб, я тебя называла. Овечка Долли, я гражданка Германии, чтоб ты знала. Это тебе никогда не видеть вот такой паспорт. Никогда тебе его не увидеть. Никогда. А я гражданка Германии. Почему, скажете вы? Почему ты, курица, задашь себе такой вопрос? А ну-ка подумай, почему. А потому, что я немка, а не какая-то бешенка. Понятно? Ну, короче, она мне утомила. Я пару раз ответила. Цаца ты моя. Ну, говорю, не балуйся. Не балуйся. Че ты нервничаешь-то? Вижу, что у нее уже пена у рта, когда она пишет. Просопетовка. С гидроперитными-то волосами. Ты выглядишь на тетку. Ты похожа на тетку. Хорошо, что на тетку, а не на дядьку. Было бы уже как-то не смешно. Угу. Горяченький какао пью. Моя ты рыб золотая. Господи. Вот она подумала и решила. Я же вам сказала, что я скоро вам расскажу, да, почему вот у меня было это самое. Там тогда вот такое настроение. Еще не время. Я сказала вам, расскажу. Она порешала и подумала. Ага, значит, ей дали второе гражданство. Поэтому она так радовалась. Ой, блядь. Не представляешь. Я как только сюда переехала, переступила границу, так мне сразу это гражданство и дали. Читайте, блядь, историю. Вы уже достали вот это. Откуда вы такие все умные? Откуда вы все такие умные? Вы ни кира историю вообще не знаете? Я сейчас обращаюсь вот к таким гидроперитным курицам. Это ж вообще жесть. Ну, это же стыдно. Бог тебя накажет. За что? То, что я гражданин Германии? Пятую точку тебе не показать. Вот ты пожалеешь. Господи. Да я рада всему, что я пожалею. Я рада всему. Кстати, мне сказали, что у меня последняя реинкарнация на земле. Такую радость еще никогда не испытывала, что я больше сюда не перерожусь, потому что мне хватило уже вот этого всего видеть. Я что, дурная еще раз это видеть? Господи, ты обидит она меня. Ты выглядишь на 65. И что, бля? Ты что, замуж собралась? Ты сначала добейся того, что я добилась. Увечка доли. А потом будешь квакать там. Ты пожалеешь. Я тебе обещаю. Девочки, вспомните, уже каких только не было. Одна говорила, из дома не выходи вечерами. Там еще что-то. Я уже закупилась. У меня уже кинжалы, пиздолеты и этот... Электрошокеры. Уже все, хожу, уже боюсь, трясусь. Баная Настя. Как ты постарела. Честное слово. Ну, вы видели это чудо? Я ее продержала полдня, а потом она меня очень утомила. Ну, ее взбесила, конечно. Бедненькая там. Фыркала-фыркала. Что-то гавкала-фгавкала. Попиздела и в будку. Все. Жди, хозяин хлеб скоро кинет. Вот, говорите. Алена, не обращай внимания. Они там... Вот это негатив. Девочки, да, меня только разодорят. Она ж мне курица настроение подняла. Вообще. Я вообще... Еще раз показать. Похвастаться. Похвастаться. Не поверишь. И у детей у моих такие же книжечки есть. Знаешь, что такое? Что такое? Патчпорт. Что такое? Уже не первый. Это вот Райзепас. Показать тебе Усвайс? Господи. Слушай. Ну вот почему такие люди вот сами себя не застрелят от их тупости? Вот почему? Ну я вот не знаю. Ну глупая. Ну они вообще ни хера не знают. Кто, куда, где, зачем появился. Они вообще ни хера не знают. Они даже не знают, как их мама родила, блин. В какой день. Ну то, что роняли ее, это однозначно. Так что... Получи, красоточка моя, минуту своей славы. Каждая, такой как ты, я минуту уделю. Так уж и быть. Несмотря на то, что я очень занята, я уделю каждую минуту. Люблю, целую, пупсик. Девки беда, в угороде ли беда. Смотри, как их дрючит-то. Раньше-то они меня могли толстухой обозвать. Алена Хераксом сделала. Что у Алены стало меньше их некоторых. Ну там вот я только писала, я фотку посмотрела, там такие, ничего, щуки. Мучная бабенка сидит. Куда? Если у нее эти щуки провалятся, так она не то, что на 65, на все 80 выглядеть будет. Ой, девочки. И что робится? Это капец какой-то. Ой, хоть поржала, повеселила ты меня. Блога дарю. Благо не дарю, облог дарю. Там писали заплаке, девочки. Ну я ж не дура, я же вижу зеркало, что естественно, что я, блин, как в нем этот, шарик воздушный, натяни, блин, чулок. Я же вижу, почему такой размер выписала. Во-первых, стоял мой размер, а во-вторых, стимул будет. Ну сами подумайте. Боже, что там такое? Стимул будет, потом залезть в это платье. Какие проблемы? Просто там не описывался материал, там все так хреновастенько было. Я не знала, с какого материала состоится. Естественно, что я бы такое не взяла, если бы я в магазине. Чего вы, не паникуйте. Я же вижу, что я как это, фрикаделька у меня. Так что, будет еще стимул. Ничего страшного, вообще не расстраиваюсь. Понятно, что свет я в таком, не будет, пока у меня вот это все висит. Я не одену его. Чего смеяться? Пришла из дома, сосед идет. И сделал мне комплимент, говорит, с этой стрижкой вообще совсем другой человек. Вообще. Я говорю, благодарю вас. Очень приятно. Вообще. Так что, мужики делают комплименты. Сейчас иду и идет на встречу старший сын Шахини. Он в Хамбурге, в университете учится. Очень давно меня не видел. И я иду такая, короче, ему говорю, привет. Она, а, привет. Приехал на выходные, на выходные он приезжает. И мы с ним не пересекаемся, потому что он на выходные потом уезжает и все. Думаю, а, понятно. Ну, пускай ему комнату приготовила, постельная поменяла, вещи постирала, погладила. Так что, приеду в чистую комнату. На следующей неделе опять уберу. Но он не успевает за выходные бардак наделать. За последнее время не узнают меня в гриме. То соседка, то теперь малой. Ну, как малой? Он старшой там. Ну, для меня-то малой. Я пришла, он же пендик по коленам не был. Да, то сибой, за трактора уехали. Опять пошел. Вот ребенок пришел в дом. Все шкафы уже облазила. Все облазила. Дайте что-нибудь покушать. Открыла холодильник. Сейчас я, девочки, вам покажу. Ой. О, вон они, поехали. Поехали. Ага. Вон. Вон. Ребятки, поехали. Угу. Сейчас покажу. Открыла холодильник, говорит. Кушать нечего. Это я так не сказала. А что у вас есть покушать, ты сказала. Ты сказала, что у вас есть покушать. Ёперный театр. Здесь что, покушать нечего? Ну, там, знаешь, что она хорошая. А это хорошая, да? Нет, это нехорошая, то есть, вон поехали, братья. Тут гречка с мясом, тут гречка с мясом, тут макароны с мясом, тут пюре, тут котлеты, да ёк-макарёк, тут тортик. Это та, которая у нас остается. Они вообще там едут, и едут, и едут, и едут, едут, и едут. Что там много? Где они сегодня были? В каком городе? Ну, у нас не были, нет? Прямо это, без конца, едут и едут. Я заболела, кашляет мне тут в мордке. Говорю, прикрой немножко рот. Она мне бактерии раскидывает. Знак благодарности. Я сказала, твои мудрости и шутки. И чё? Я говорю, может, а бактерии останутся? Может, кто-то другой? Папа придёт с работы, может поймать твою бациллу. Он не вращай себе, мудрости и шутки. Этот, густензав, забери с собой. Понятно? И пей. Понятно? Всякие вирусы вот с работы переносят. Чё там столько больных? Где ты сейчас, в больнице? Там нету. Ты сейчас в Бюргер Парк или где? Да. А чё говорят, что Амеус чё-то какая-то нехорошая, у него репутация, чё-то там, какие-то суды или чё? Там всегда просто, значит. А Бюргер Парк же тоже к Амеус относится или нет? Да. Это мне Шефини говорила, что Амеус там какая-то репутация у него нехорошая. Не закроют больницы? Нет, почему? Почему? Всё закрывают, а это не закрывают. Тоже закроют. Нет. Там всегда много других шоу, что не происходит. Ах, тебе ты чё? Ты всё равно ещё ученица, а там в такой профессии работу везде найдёшь. он будешь этот, Артёма Вишни учился, не смог дедушку реанимировать. А этот, а ты смогёшь? Да, вот он тут. Ну, они ж этого не знали, они ж не профессионалы, да ты профессионал, уже знаешь, мёртв человек или нет. они хотели там корзину ему, там, вино, то и сё. А этот соседка говорит, какое вино, он верующий человек, он не возьмёт это всё. За такое дело он не возьмёт никогда. И говорит, не надо. Потом приехал домой, говорит, такой парень вежливый, воспитанный. Так что у меня не воспитанный. Дети воспитанные. Да, Николь? Угу. Говори, что мать хорошая. Угу. Быстро, а то сейчас получишь у меня. Угу. Хорошая. Хорошая. Пуп. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Почему? На егут. И сколько ты уже вот так кашляешь? Как мне завтра на работу кай. Маску оденешь и будешь... А у нас надо маска продать. А что я сделаю, если у них такие законы, что тебе обязательно надо ходить? Если б ты ученица не была, взяла больничный и всё. А так сколько то пропустишь больше нормы. Всё не допустят к экзаменам. Это ну опять у тебя отпуск? Я? Ты борзеешь. А что у меня никогда нету, у тебя есть всегда? Всё мой урок откидает. А сколько дней у тебя отпуску? Я не могу. Не буду показывать она всё опять дурой будете гонять в школе. Ещё бы. Вы же там нихрена не делаете. На работе надо бегать за пациентами. Действительно. Покажи, что выписала. Да покажи, что выписала. Чё ты паришься? А чё это такое? Ну покажи. Опять деку наверное какое-то. Жадная. Надо было мне самой открыть и всё посылку пока тебя не было. Всё равно всё на мой адрес приходит. Я сегодня опять целый день как почтальон и вчера и сегодня с ума сойти. Мало того, что здесь принимаю на вас всё. Почтальонка говорит у меня все и Алина и Николь и Артур у меня все тут. стоят. Она уже всех наизусть выучила почтальонка. А соседям возьмёте ещё и соседям беру. А пусть они просто пойдут. Тебе материться ты скажешь невоспитанная. Вон ещё один пошёл невоспитанный. Упитанные и невоспитанные. не соседей вот таким не надо брать. Нет, это я брала самым верхним. Я всем беру, потому что они запарили звонить. И этот пацан вот молодой, да, все вот как-то нормально. И Баур сегодня приезжал. Он же на кнопку надавит и доталово он её доталово дрюкает. Вообще ну как будто глухие. А у нас звонки такие дебильные. Если бы встречалась пару раз это звонил. Это можно вот ну мёртвый точно встанет. Вот честно. И ну раз диван аж спрыгиваешь. А если вот так вот на кресле ещё задремал и кто-то позвонит всё. Заикой можно остаться. Просто точно. Точно. Короче вот такие вот дела. день подходит к своему логическому завершению. Я уже опять перекусила как ни странно это звучит. Потом у меня только метаболическая точка там спрашивают где как чего я худею. Девочки которые вновь прибывшие. Я правильное питание вот по доктору обложка посмотрите в ютубе. Просто спрашивают люди интересуются. Спрашивают где ваша группа как найти. Люди меня через одноклассники находят или инстаграм оставляют номер ватсап и ватсапе группа или же у Оксаны в телеграме стройную что стройными рядами в счастливую жизнь. наберите наберите и все по-моему так если я не ошибаюсь уже сто лет никуда не сходила да-да ой это болтавка а Николь стройными рядами в счастливую жизнь наберите и попадете как с Аней в группу и все друг другу поможем всем пока до сих пор до сих пор Продолжение следует...